Какая статистика эпидемиологии? Какая статистика эпидемиологии? Интрига здесь какая? Я сам недавно получил эту шоковую информацию. Можете себе представить, до середины 20 века рак был редким заболеванием. Много причин. Именно середины 20 века рак начал стремительно расти. И сегодня это просто эпидемия, не эпидемического заболевания. Потому что в большинстве стран мира заболеваемость продолжает расти. И в основном это страны третьего мира, как их презрительно называют те, кто живет золотой миллиард в экономически развитых странах. Потому что в экономически развитых странах вот в 20-21 веке заболеваемость стала стабилизироваться и для целого ряда локализаций снижаться. А смертность в экономически развитых странах снижается с начала 90-х годов. То есть удалось преломить эту негативную тенденцию. Чего совершенно нет в странах третьего мира. Поэтому прогноз такой. До 50-го года он уже сформулирован. Не станут эти страны богатыми, не станут они развитыми. До 50-го года основной прирост онкологической заболеваемости будет за счет стран с низким и умеренным доходом. И смертность тоже прогнозируется, что в этих странах будет расти. Всемирная организация здравоохранения. Мы привыкли к тому, что в медико-социальном рейтинге болезни первое место занимает сердечно-сосудистые заболевания. И сегодня в большинстве стран мира главная причина смерти это на первом месте сердечно-сосудистые заболевания. Конечно смертность это самое главное в этом медико-социальном рейтинге. Но в 2011 году посмотрите как изменилась парадигма. Всемирная организация здравоохранения на первое место поставила злокачественный опухоль. Даже по смертности. 10 основных причин смерти глобально в мире. Но тут немножко от лукавого. Вслед за этим идет смертность от ишемической болезни сердца. Потом от инсульта, который кардиологи и неврологи спорят. Что же это такое? Это относительно к сердечно-сосудистым заболеваниям? Или это все-таки неврологические заболевания? Но тем не менее на первое место получается смертность вышла от злокачественных опухолей. Более того, сейчас от рака умирают более молодые люди, чем от сердечно-сосудистых заболеваний. Инвалидизация больше от онкологических заболеваний, чем от сердечно-сосудистых. И затраты. На сегодняшний день 20% по финансам оборота лекарственных средств вообще это противоопухолевые препараты. И доля их в этом финансовом отношении постоянно растет. Прогнозируется, что в ближайшие 5-7 лет уже четверть всего рынка по деньгам будет занимать противоопухолевые препараты. Поэтому самый большой экономический ущерб дает онкологические заболевания. Поэтому Всемирная организация здравоохранения с такими оговорками говорит, что сегодня на первом месте в медико-социальном рейтинге не сердечно-сосудистых заболеваний, а онкологические заболевания. К тому же смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваемость падает во всех странах, в том числе и в нашей стране. Ну давайте посмотрим, вот мы страна третьего мира все-таки или нет. Вот статистика рака в России. 2017 год, 2018 еще считается. Более 617 тысяч новых случаев рака рост примерно на 1% в год. По этому показателю мы страна третьего мира. Нет у нас эффективной первичной профилактики, вторичной. И посмотрите, 2018 год он обсчитывается. Дальнейший рост еще на 1,2% по сравнению с 2017 годом. И кумулятивный риск сегодня, вот это как раз риск заболеть раком в популяции от нуля до 75 лет, более 26%. То есть более чем каждый четвертый в нашей стране в возрасте до 75 лет заболевает раком. Ну у нас вот тут сидит 80 человек, посчитайте, да, 20 заболеет. Страшно, конечно, но по статистике так. И на учете, какое огромное количество населения страны. Причем каждый год, каждый год контингент онкологических больных прибывает на 200 с лишним тысяч человек. Вот смертность, вот по смертности, посмотрите, стала смертность снижаться. Хотя по показателю смертности мы очень существенно отстаем от экономически развитых стран. У нас значительно больше людей умирает от рака, чем в экономически развитых странах. Ну причины понятны. Грубо говоря, денег просто нет. И кумулятивный риск умереть от рака тоже огромный. То есть мы, как всегда, занимаем такое промежуточное положение по целому ряду показателей. С одной стороны, мы все-таки экономически развитая страна, а с другой стороны, есть показатели, где это не так. Я считаю нашу страну великой, величайшая страна. И не только по площади. Очень много у нас достижений. Слава богу, сейчас начался рост. Вот, и я надеюсь, что в конце концов мы и приблизимся и по показателям онкологическим к экономически развитым странам. Вот проблема. Каждый четвертый до 75 лет заболеет раком, каждый восьмой умрет. И заболеваемость продолжает расти. И, кстати, анализируют онкоэпидемиологи. Вот в это снижение смертности, что вносит основной вклад? В экономически развитых странах, можете себе представить, главный вклад вносит не лечение, а первичная и вторичная профилактика, ранняя диагностика. И в нашей стране диспансеризация появилась ей уже почти 10 лет, более-менее профессиональная. Это тоже вносит свой вклад? Дальше я немножко об этом скажу. Но, тем не менее, основное, основное, это улучшение лечения, финансирование. Онкология сейчас стала приоритетной национальной программой. Улучшение финансирования. Вот я уже 30 лет, больше 30 лет занимаюсь профилактикой рака. Езжу по стране, всю страну объездил с лекциями на эту тему. Это очень востребованная тема, с семинарами, с мастер-классами, что называется, от Калининграда до Петропавловска на Камчатке. И если еще 10 лет назад, ведь у нас на сегодняшний день 98 онкологических диспансеров. Я не хочу сказать, что я во всех из них побывал. Ну, больше, чем в половине. Гораздо больше, чем в половине. Жалкое было зрелище, да? Обшарпанные здания, огромные палаты, денег нет, санитарок нет, денег нет, медперсонала нет, только героические в России работают, лекарства нет. Оборудование устаревшее. Вот сейчас ситуация значительно изменилась. Все строят новые здания, закупают самое современное оборудование для диагностики, для лучевой терапии. Доступна стала лекарственная терапия, в том числе таргетные препараты. Конечно, далеко не всем, кому это надо. Стереотоксическая лучевая терапия и так далее, и так далее. И все это сразу сказалось на смертности. И вот это основной вклад, почему примерно лет 10, даже меньше, чем 10 лет, снижается смертность от онкологических заболеваний. Говоря о профилактике рака, надо знать, что существует более 200 видов рака. Мы все это называем раком. Ну, рак вообще-то это эпителиальная злокачественная опухоль. Кроме того, есть системные, мезинхимальные, саркомы, системные это лейкозы, лимфомы. И мезинхимальные, различные саркомы, опухоли мягких тканей и так далее. Но мы все это называем раком. Вот нет такого органа, где не возникала благокачественная опухоль. Есть органы, где очень редко возникает рак. Например, 12-перстная кишка. Есть органы, где очень часто возникает рак. Но среди этих 200 видов рака это вообще-то совершенно разные заболевания. Ими занимаются разные специалисты и онкологи тоже. Хоть он и врач-онколог, но если он таракальный хирург, то он и занимается таракальной хирургией. И ему не до желудочного кишечного тракта, не до шейки матки, не до молочных желез. То есть без специализации здесь, конечно же, не обойтись. И эта болезнь совершенно разная, имеет разные причины, разный патогенез, разную диагностику, разную профилактику и разное лечение. Но тем не менее, есть общее между этими 200 заболеваниями. И поэтому есть общие подходы к профилактике онкологических заболеваний. Всех сразу, чохом. Вот, но есть первая пятерка, первая десятка. И для каждой локализации есть свои особенности. Для большинства видов рака, которые не такие частые, мы даже не знаем, что такое предраковое состояние изменения. Не знаем причин, да. Вот, и поэтому, когда мы не знаем причин, то как можно говорить о профилактике? А вот для первой пятерки, для первой десятки, конечно, все это интенсивно изучается. И поэтому мы гораздо больше знаем об их причинах, об их особенностях. И кроме общих мер, здесь есть свои частные подходы первичной, вторичной и третичной профилактики рака. Это вот мужская пятерка, да, на первом месте рак легкого, как в большинстве других стран. На втором простата, затем кожа, кроме меланомы, затем желудок, ободочная кишка, прямая кишка. Шесть локализаций, более 60% всей онкологической заболеваемости мужчин. Ну и, конечно же, мы должны смертность предупреждать. Рак кожи, благоприятный рак, да. Хотя в нашей стране огромное количество людей от рака кожи не должны больные умирать. От базилиома или от плоскоклеточного рака кожи. А у нас по тысяче человек умирает от плоскоклеточного в основном рака. Ну, про меланомы я сейчас не затрагиваю. Вот, конечно, прежде всего наши усилия должны быть направлены на те злокачественные опухоли, которые дают наивысшую смертность. Здесь, смотрите, желудок попал, да, ободочная кишка, поджелудочная железа, которая пока нет, она стремительно растет у обоих полов. Но пока еще не вошла в первую пятерку, но по смертности вошла. И поэтому, говоря о профилактике, прежде всего мы должны быть нацелены на наиболее частые опухоли и на те, которые дают наибольшую смертность. Хотя раки поджелудочной железы мы очень мало знаем. Это страшный рак, но мы очень о нем мало знаем. И ни скрининга, ни ранней диагностики, ни профилактики, ничего толкового нет. Женщины. Совершенно другая ситуация. На первом месте рак молочной железы. Более чем каждая пятая женщина, заболевшая раком, вообще-то рак молочной железы. И такая ситуация в подавляющем большинстве стран. Вот в Глобакан, ну я это все убираю, у нас, как говорили, не в 17 часов. Более 2,5 миллионов женщин в 2018 году заболели раком молочной железы. Это на втором месте после рака легкого для обоих полов и давно уже на первом месте для женской онкологической заболеваемости. И во всем мире заболеваемость растет. И растет быстрыми темпами. Здесь мы ничем не отличаемся. И смотрите, с каким значительным отрывом рак молочной железы идет от других, наиболее частых семи локализаций женских. Кожа, кроме меланомы, тела матки, ободочная кишка, шейки матки, прямая кишка, яичники. И смертность, и молочная железа здесь тоже на первом месте в нашей стране. И вот здесь мы разительно отличаемся от экономически развитых стран. В США, в Канаде, в Австралии заболеваемся на первом месте. Во многих странах Западной Европы на первом месте. Ну смертность на втором, третьем месте. Если это они сделали, значит это организационная проблема. А посмотрите, с каким значительным отрывом смертность от рака молочной железы идет от нас. Это уже не наука, это уже организация. Это все сделано. И мы должны и можем это сделать. Рак молочной железы не должен занимать первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин. Нормативные акты. Нормативные акты, которые регулируют профилактику рака. Но начать вот хотелось бы со знаменитого указа президента Российской Федерации. Я оттуда выбрал, я даже больше выбрал. Имеет это отношение к профилактике рака? С первого взгляда, ну какое это имеет отношение? Самое прямое. Планируется увеличение существенной продолжительности жизни. А рак все-таки это болезнь старших и пожилых возрастных групп. Значит рака будет больше. Больных онкологических будет больше. И соответственно чем старше человек, тем больше у него факторов риска. И тем более важна для него становится профилактика. И казалось бы, ну научные исследования показывают, что казалось бы, вот смотрите, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 65 лет, в среде это все западные виды данные. 65 лет это средний возраст, когда на западе человек выходит на пенсию. И если вот он до этого возраста сохранил здоровье, ну здоровых в этом возрасте уже совсем нет. У него не было инфарктов, инсультов, не было рака в анамнезе, нет сахарного диабета, серьезного ожирения. То у него очень высокие шансы прожить до 90 лет. Это статистика. И исследования также показывают. Казалось бы, конечно, чем раньше мы начнем заниматься профилактикой рака, тем выше эффективность. Да, это так. И с профилактикой рака надо заниматься не тогда, когда еще человек существует в виде плода, а раньше, когда по пол человека существует, сферматозоид и яйцеклетка. Вот перед зачатием уже нужно начинать заниматься профилактикой рака. И потом образуется человек, беременность чрезвычайно важна. И поэтому, в плане так сказать, потому что у плода быстроделивающиеся ткани и малейшие дозы канцерогена, дозы экспозиции, эффект оказывают значительно более выраженный канцерогенный эффект. В последующей жизни у человека это разовьется, чем те дозы канцерогена, которые действуют на взрослого человека. Поэтому, но, вот как исследования показали, что если это же вот выходит человек на пенсию, капиталистический образ жизни, патагонная система. Он вышел на пенсию, но это у нас нет пенсии, да, в России, да, пенсии, ну вот вы молодые люди, да, а вообще пенсия это последний плевок государству в лицо нашего гражданина. Да, средняя пенсия сейчас, по-моему, 12,5 тысяч рублей. Это, а средняя пенсия в СССР в 91-м году, в 90-м, с которой мы сейчас все сравниваем все свои достижения, как раньше, с 13-м годом, составляла 115 рублей. Это сегодняшние 100 тысяч рублей. Я жил в это время, да, 100 тысяч рублей была средняя пенсия, а у нас сейчас 12,5 тысяч. В Люксембурге средняя пенсия, самая высокая в Европе, это и 3 тысячи евро. Поэтому западный пенсионер, многие из них, чуть ли не половина, начинают вести здоровый образ жизни, спа, фитнесы и так далее, что он не может сделать, когда он работает. И, как показывает исследование, даже если в этом возрасте человек начинает заниматься профилактикой, то он существенно снижает онкологические риски. То есть никогда не поздно, да. И, ну, увеличение доли граждан, которые ведут здоровый образ жизни, физической культуры и спорт. Вот гиподинамия – самый распространенный фактор риска всех болезней цивилизации, в том числе и нескольких десятков локализаций, злокачественных опухолей, четко связанных с гиподинамией. Пример. Во Франции. 5 лет. Огромнейшую когорту сформировали женщин и заставляли их тренирующие физические нагрузки, значит, сейчас скажу, всего 5 часов в неделю. Не менее 5 часов в неделю. И затем сравнили заболевания с раком молочной железы. Серьезное исследование, цитируют всегда, когда говорят о физической активности. Сравнили с теми женщинами, которые лежали на диване и не двигались, как большинство из нас это делает. В два раза снижение достоверной заболеваемости раком молочной железы. То есть это очень универсальная мера профилактики не только онкологических заболеваний, но и сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и многих других. Поэтому это все имеет прямое отношение к профилактике рака. Ну, повышение качества жизни граждан старшего поколения. А, да, вот еще один момент. Посмотрите, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. У нас богатая страна, в которой живут очень бедные люди. А есть такой показатель, что если у человека годовой доход 60 тысяч и более американских долларов в год, он дольше живет. У него онкологическая заболеваемость ниже. У него сердечно-сосудистая заболеваемость ниже. Казалось бы, какое это имеет отношение. А дело в том, что когда у человека есть такие деньги, ему хочется жить дольше. У него мотивация, мотивация возникает к большей продолжению всей жизни. И он, у него есть деньги на здоровый образ жизни. Здоровое питание стоит в три раза дороже, чем нездоровое. Спа, фитнесы, курорты и так далее, это все стоит денег. И поэтому, когда у человека есть деньги, ему есть возможность заниматься профилактикой. И у нас, смотрите, остается такая задача. Пять крупнейших экономик мира. Ну, я думаю, что вы не помните СССР оплеванный, да, пропагандой враждебной нам. СССР входил в число пяти крупнейших экономик мира. Экспорт был по всему миру. Наши холодильники, автомобили, велосипеды и так далее, и так далее. Часы, даже американская армия покупала российские часы. Вот, ну, вся американская армия покупала командирские часы. Поэтому СССР была великая страна и входила в эти число пяти крупнейших экономик, как сейчас, после всех пересчетов это показано. А сейчас мы, сейчас мы, к сожалению, даже в первую сотню не входим. Может быть, это тоже пропаганда, но, к сожалению, пока это так. Ну, вот, когда мы станем богатой страной, да, то и онкологическая заболеваемость, и когда у нас станут в основном обеспеченные люди, то, что по-западному средний класс, то тогда онкологическая заболеваемость будет снижаться. Вот, и я думаю, смотрите, это же к 24-му году, поэтому жить в эту пору прекрасную придется и мне, и тебе, да, будем надеяться. Если указ президента будет выполнен. Ну, поддержка старших возрастов, это очень важно, потому что сегодня у нас уже один работающий кормит двух пенсионеров, и ситуация катастрофически ухудшается. Вот, и вся надежда на граждан старшего поколения. Вы размножаться не собираетесь. Сегодня у нас на одну женщину детородного возраста приходится полтора ребенка. Это кумулятивный индекс рождаемости. Для простого воспроизводства поколений нужно 2,2. И вот в указе президента ставится задача не выполнить даже это, довести всего до 1,7. То есть нет простого воспроизводства поколений в нашей стране, как и во многих других странах. Поэтому все больше и больше надо надеяться на граждан старшего пожилого возраста, никуда не деться, молодые размножаться не хотят. Значит, отказ от вредных привычек, здоровое питание, посмотрите, снижение показателей смертности, профилактические медицинские осмотры, инновационные медицинские технологии, в том числе современные цифровые, ну и это вот экологическое оздоровление нашей страны, хотя наша страна все-таки остается по-прежнему огромная страна. Седьмая часть суши остается одной из самых чистых в экологическом отношении стран. Три федеральных закона регламентируют профилактику рака вот об обязательном медицинском страховании, об основах охраны здоровья граждан и о борьбе с табаком и последствиями курения. Ряд приказов Минздрава. Вот об оказании первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, детской онкологии, взрослой онкологии, акушер 572-й акушерско-гинекологический приказ, профилактика неинфекционных заболеваний и вот 19-й год приказ о диспансеризации. Я буду давать практически рекомендации, ориентируясь прежде всего на нашу нормативную базу. Буду упоминать или не буду упоминать, но когда я буду говорить практические рекомендации, это то, что принято в нашей стране, то, что взято отсюда. Профилактика рака. Более 200 причин на сегодняшний день известно злокачественных опухолей. И на первое место, это вот тоже средняя температура глобально по всему миру, в каждой стране этот график имеет свои особенности, но в целом по миру сегодня первое место по своему удельному весу, как причина рака, занимает неправильное питание. Посмотрите, это 35% всех случаев онкологических заболеваний. На втором месте курение, треть онкологических заболеваний, потому что по-прежнему еще много, очень много людей курмят. Но роль курения снижается, особенно в экономически развитых странах. Если до объявления войны раку, а такая война была объявлена в 1975 году, при президенте Никсоне в Америке, американские онкологи сказали, что мы много, мы все знаем о раке, вот мы к 2000 году можем снизить смертность 4 раза, а заболеваемость 2 раза. Нам нужны только деньги. И вы знаете, сколько с того времени в мире было потрачено денег на онкологию? В триллионах долларов выражается, в триллионах. Им дали деньги. Они не достигли этих целевых показателей. Но тем не менее, я говорил, смертность 90-х годов снижается, заболеваемость сейчас начала снижаться. То есть сыграло это свою роль. И вот тогда, вот это я же о курении заговорил, тогда в США курило 75% населения. Сегодня 25% населения. То есть это очень серьезный, очень серьезный вклад. И, кстати, говоря о роли профилактики, если уж мы говорим о популяционном здоровье, вот подсчитано, что, ну это еще Гиппократ говорил, да, был такой 6 веков до нашей или не было, но что бы ни происходило, Гиппократ всегда говорил. Так вот Гиппократ еще сформулировал, что профилактика значительно эффективнее и значительно дешевле, чем лечение. Так вот борьба с курением это четко протверждает, потому что математики посчитали, что вот количество курящих 75-го года до сегодняшнего дня уменьшилось в разы. И если в 75-м году от последствий курения табака, не только онкологических, умирало людей больше, чем погибло во всю Вторую мировую войну, то сегодня умирает значительно меньше. И вот математики посчитали, что только одна эта мера, начиная с 75-го года, в 10 раз спасла больше человеческих жизней, чем вылечили, спасли все онкологи всего мира вместе взятые. Получается, что в 10 раз эффективнее одна всего мира по профилактике рака, чем лечение. И отсюда и вложение профилактику в скрининг, вот с государственной точки зрения, они значительно более экономически целесообразны, чем вложение в лечение. Ну смотрите, таргетный препарат появляется, миллион долларов, один год жизни одного больного. Но это же безумные цифры, и нигде в мире, нигде в мире никакие страховки это не покрывает, и трудно сказать на кого. Потом они дешевеют, потом они дешевеют. Самый дешевый сегодня первый таргетный препарат, герцептин, курс лечения стоит около, если полный, значит, 18 курсов, да, когда нужно это делать, около 2-х миллионов рублей. Это самый дешевый таргетный препарат. Один год жизни больной с метастатическим раком молочной железы, когда начинают, должны применяться. Эти больные сегодня могут жить не просто годами, они уже по 20 лет живут. Когда метастазэктомия, современные методы лучевой терапии, последующие линии гормонотерапии, последующие линии химиотерапии, таргетная терапия, сегодня в лечении рака молочной железы все применяется. Так вот, на этом этапе, это неизлечимая болезнь, метастатический рак молочной железы, как и большинство других метастатических раков, на этом этапе один год жизни одной женщины стоит полмиллиона долларов США. Вот поэтому, что получается? Конечно, профилактика значительно эффективнее, значительно дешевле. И с государственной точки зрения, деньги надо вкладывать туда. И в экономически развитых странах это и происходит. Уже давно. В нашей, к сожалению, пока это не так. Так вот, затем уже все остальные факторы, стиль жизни, инфекции, наследственность, производство, загрязнение и радиация, не продуктов питания, не связанных с курением, вот они все уже, смотрите, 5-6% вносят свой вклад. Поэтому первичная профилактика рака, это модификация модифицируемых факторов риска, борьба вот с этими причинами рака. Вторичная тоже, ну и третичная тоже. Группа повышенного онкологического риска. Кто относится к группам повышенного онкологического риска? Вот их 5. Первая группа, ну, наверное, самая обширная, но риск наименьший. И третья группа, это наименьшая группа, но риск наивыше. Ну, первое, это здоровые люди с отягощенной онкологической наследственностью любого возраста, и просто люди старше 45 лет, потому что все-таки, как бы не молодел рак, ну, хотя мы в математике об этом с этим спорят, средний возраст вот в 17-м году заболевших раком составлял 60 лет. То есть это все-таки старше 45 лет. То есть это огромнейший контингент. Дальше, те, которые подвергались, в прошлом подвергаются сейчас воздействию канцерогенов. Вторая группа, это прежде всего курильщики, профессиональные канцерогенные вредности, ну, вот эти ликвидаторы тернобойской аварии и так далее. Есть целый ряд хронических заболеваний, основные я здесь перечислил, которые не являются предраковыми, но повышают риск локачественных опухолей. Четвертое, это предраковые состояния изменения. По определению ВОЗ предраковым состоянием называется нозологическая форма, нозологическая единица, заболевание, на фоне которого или которое повышает риск рака данной локализации, нескольких локализаций для рака вообще. А предраковые изменения, это морфологический диагноз. Ну, пример, атрофический гастрит, это предраковое состояние для желудка, а кишечная метаплазия, особенно толстокишечная, и дисплазия, это предраковые изменения для желудка. И для основных локализаций мы знаем, что такое предраковое состояние изменения. Считается, что в популяции примерно в 10 раз пациентов, людей, вернее, которые имеют предраковое состояние изменения, чем онкологических больных. Ну, если у нас, как я говорил, 2,5 уже миллиона онкологических больных состоят на учете, значит, получается, что 25 миллионов имеют предраковое состояние изменения. Мы не знаем о них, мы их не выявляем. Кто им будет заниматься, тоже непонятно. Онкологи говорят, это не наше дело, это не рак. Терапевты, хирурги и другие специалисты говорят, это тоже не наше дело, потому что это предрак. Ну и, наконец, онкологические больные после радикального лечения, вот здесь риск колоссальный. У 30% из леченых онкологических больных возникает вторая первичная опухоль. Потому что сейчас онкологические больные достаточно хорошо лечатся. Примерно каждого третьего современной онкология вылечивает полностью. Да, у него возникает вторая первичная опухоль, он долго живет. И особенно трагичная ситуация у детей. Успехи детской онкологии, они начались раньше, чем взрослая онкология. И сегодня излеченные дети, они уже есть к 60 годам приближаются. Так вот, все более и более осторожно формируется точка зрения, что у излеченных детей риск приближается к 100%. Второй первичной опухоль, к 100%. Можете себе представить, да, какая это группа риска. Ну, определение рака и онкопрофилактики. Рак сегодня считается приобретенная или врожденная болезнь генетического аппарата клетки полиэтилогической природы. Моноклональная теория. Рак возникает из одной клетки. В организме триллионы клеток. Каждую секунду происходит 2000 мутаций. Да, как с этим бороться, да? И это длительный многостадийный процесс, который включает в себя инициацию. Она длится секунды, доли секунды. Это повреждение канцерогенами генетического аппарата клеток или спонтанный мутагенез. И 2000 мутаций ежесекундно происходит в нашем организме. Следующий этап – это промоция. Это может длиться годами и десятилетиями. Придраковые состояния изменения. И, наконец, прогрессия. Исходя из моноклональной, из моноклеточной теории рака, от того момента, когда злокачественная клетка переродилась и возникает злокачественная опухоль, которую мы можем диагностировать современными диагностическими методами, проходит от 6 до 15 лет. И это стадия прогрессии. И, вероятно, вероятно, рак – это совершенно обыденное заболевание. Об этом говорят совершенно феноменальные результаты, когда в разных возрастах делали у людей, погибших от других причин, не от злокачественных опухолей, делали серийные срезы различных органов и искали там клоны злокачественных клеток. Особенно трагичная ситуация с простатой. У 20-летних мужчин, чаще всего они гибнут в автомобильных катастрофах и так далее, у 20% клоны рака простаты уже есть. У 50-ти, вот сколько лет мужчине, такова вероятность, что у него есть рак простат. Сейчас это называется индолентный, латентный рак простаты. У 80-летних почти 80%. Представляете, это страшно такой орган носить мужчине, да? Станет он агрессивным? Не станет. Конечно, далеко не все становятся агрессивны. Молочная железа. В сотни раз чаще находили клоны злокачественных клеток, чем это встречается в популяции. Щитовидная железа в тысячи раз чаще. Потому что рак щитовидной железы, это пока еще, ну, скажем так, не такая частая опухоль. Так вот, популярный рак щитовидной железы считается у каждого второго человека. Он не станет, у большинства не станет агрессивным. Тем более, это благоприятный рак, лечится даже на четвертой стадь. Вот. Ну, популяции. Американцы даже приняли, чтобы ни себя не травмировать, ни пациента. Если узел щитовидной железы меньше одного сантиметра, его вообще биопсией не делают. Потому что с вероятностью 50% выявят рак, и что дальше с ним делать, да? А вот растет, быстро растет, становится больше, тогда делают биопсию. Но это американский стандарт. Это пока не наш стандарт. А циркулирующие опухоли и клетки. Когда стали изучать, они практически у всех, у кого изучали, что они там циркулируют в крови. Получается, что действительно рак – это очень частое заболевание. Предрак – очень частое заболевание. Если мы поймем, почему у каждого четвертого до 75 лет, или у каждого третьего, он становится агрессивным, а у остальных не становится, это один из путей решения проблемы рака. Ну и первичная, вторичная и третичная профилактика рака. Не буду, вы уже, наверное, прочитали, что это такое. Скрининг онкологических заболеваний. Кто-то относит к вторичной профилактике рака, кто-то считает, что это совершенно особое мероприятие, и поэтому чаще всего и наш сегодняшний лекций называется профилактика и скрининг онкологических заболеваний. Но люди всегда спорят о терминах и о классификациях. Какая разница, считаешь ты скрининг, вторичная профилактика рака, так считает Всемирная организация здравоохранения, или не считаешь, главное, занимайся им. Скрининг – это вторичная профилактика рака или совершенно особое мероприятие. И есть два вида скрининга, так называемый оппортунистический и так называемый популяционный. Но характеристика здесь представлена. То есть популяционный скрининг – это использование методик, где четко доказано, что это действительно снижает смертность, а этот скрининг направлен на снижение смертности. Это обследование бессимптомного населения с целью раннего выявления злокачественной опухоли. И настоящий скрининг должен повышать заболеваемость и снижать смертность. Вот показатели эффективности скрининга за счет ранних форм. И популяционный скрининг, но вот здесь вот написано, еще очень важный показатель популяционного скрининга – экономическая доступность большинству таргетного населения. Те, с которым это надо проводить, и считается, что вот такой скрининг действительно снижает смертность от злокачественных опухолей, где это проводится. А оппортунистический скрининг – это небольшие группы, осмотрены на предприятиях, мониторинг каких-то предприятий. Или просто индивидуальная работа врача с пациентом. Ведь никто не мешает заниматься скринингом индивидуально с пациентом. Считается, что вот это не влияет на показатели смертности в наноуровне популяции. Но это тоже не так. Потому что, например, в Соединенных Штатах Америки скрининг рака молочной железы оппортунистический по назначению врача после определения индивидуального риска рака молочной железы. Сегодня это возможно, я это покажу. Это единственная сторона, где он оппортунистический. А успехи колоссальные. На третьем месте – смертность от рака молочной железы. Скрининг рака простаты. Его сегодня нет, он исчез. Но он сейчас принципиально оппортунистический. По назначению врача. И еще там одна очень важная рекомендация. По желанию пациента. Дальше я об этом тоже скажу. Вот Всемирная организация здравоохранения, основные локализации, это все ведь изучается и изучалось. Основные локализации рака распределила, для каких возможен скрининг. Мы живем в эпоху доказательной медицины. Если мы говорим, что возможен скрининг, значит должны быть рандомизированные исследования. Мы наиболее высокий уровень, лучше 1А, метаанализ рандомизированных исследований, который показывает, что он снижает смертность. И тогда мы говорим, что да, скрининг возможен. Таких локализаций всего 4. Всего 4 сегодня осталось. Это молочная зареза, это шейка матки, это ободочная и прямая кишка, и ротовая полость. И посмотрите, все остальные локализации. Скрининг, эффективность не доказана. Изучается, даже проводится, и даже в наших нормативных актах есть подходы к скринингу, дальше я об этом скажу. Но это не доказано. Значит, с точки зрения доказательной медицины, зачем нам тогда заниматься скринингом того же рака простаты, если смертность от этого не снижается. Но есть целый ряд локализаций, и там, где возможен скрининг, конечно, возможна и ранняя диагностика. Это и носоглотка, и гортани, желудок, и меланома кожи, рак кожи, и мочевой пузырь, и пристательная железа, и яички, где четко доказано, что возможна ранняя диагностика. Это более расширенные методы, более дорогие методы. Они не могут применяться на уровне популяции. Или какие-то другие существуют причины, даже организационные, которые не позволяют организовать это все на уровне популяции. Но ранняя диагностика возможна. В том числе, индивидуальная работа врача со своим пациентом на эту тему возможна. Есть три локализации. Очень важные. Легкая. Первое место в структуре онкологической заболеваемости мужчин. А так как мужчины курить бросают, а женщины увеличивается количество курящих, у рак легкого мужчины заболеваемость падает, а у женщин растет во многих странах мира, растет и в нашей стране. Стало это уже все сказываться. И посмотрите, ни скрининга, ни ранняя диагностики нет. Для пищевода ни скрининга, ни ранняя диагностики нет. И для яичников ни скрининга, ни ранняя диагностики нет. Ну, дальше давайте я немножко время оставлю. Вы, может быть, даже напишите свои вопросы, чтобы я сориентировался. Пишите вопросы. Вот наш приказ основной, с 2019 года он действует, совсем свежий приказ о диспансеризации, на которые чаще всего я буду ссылаться. Есть клинические рекомендации. Я все это в 18-часовом своем выступлении анализирую. Но клинические рекомендации – это рекомендации, а это приказ. Это то, что должны делать врачи всех специальностей. Вот, и смотрите, диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап диспансеризации – это профосмотры, даже фельдшеры, медсестры могут его проводить, определение факторов риска, признаков хронических инфекционных заболеваний, неопределение показаний к второму этапу диспансеризации, к глубинным исследованиям. Вот все граждане, посмотрите, по возрастам, или раз в три года до 39 лет, или вот от 40 лет один раз в год, должны проходить эту первичную диспансеризацию, и все это финансирует государство из обязательного медицинского страхования. Вот. Я выбрал только онкологическую часть, но это же касается и многих других вещей. И приложение 2 прямо направлено в этом приказе на скрининг, на раннее выявление онкологических заболеваний. Тоже говоря о локализациях, я буду об этом говорить. И кто должен вот этим всем заниматься? Ну, конечно, онкологи должны возглавлять, они здесь первые стоят. Но пока еще точно это не определено. Но вот это можно считать в какой-то мере официальным утверждением Минздрава, потому что у нас 120 медицинских специальностей, 4 специалиста по базному образованию, врач-лечебник, где больше всего субспециализация, врач-педиатр, врач-стоматолог и профилактическое дело, санитарный врач. Все 4 специальности здесь представлены и целый ряд субспециализаций. Это то, что мы с нашим отделом лечебно-методической работы подали вот эти 39 специальностей, первые онкологи, кто должен заниматься профилактикой рака. И Минздрав это утвердил. То есть получается, что у нас 120 специальностей, 40, каждый третий врач должен заниматься профилактикой онкологических заболеваний согласно каким-то тем нормативам, которые сегодня есть. И примерно десяток специальностей я забыл. Ну, просто не учел. И когда я читаю эти лекции, приходят, допустим, неврологи и говорят, а почему нас здесь нет? Вот и мы тоже этим должны заниматься. Поэтому сюда еще надо десяток добавить. Субтитры создавал DimaTorzok